Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не хочешь поздороваться и спросить, что-то происходит? Привет! Что-то происходит? Видите? Там Газарина с какой-то женщиной Не фиолетовая, я у себя Подожди, Вик, я хотел, ну, лучше Поехали Ну, Мир? Давай без тактильных Так, друзья, хочу представить вам новую сотрудницу нашего агентства Ольга Валеева, прошу любить и жаловать Оля довольно давно и успешно занимается практической психологией Я уверена, что ее навыки нам пригодятся Нам? Или клиентам? Надеюсь, всем Сюда приходят люди с горем Сами не могут с ним справиться Оля практик И она знает, что и как делать Плюс, если у кого-то возникнут сложности Вопросы личного характера Не стесняйтесь обращаться? А вы мне не доверяете Ну, это вполне нормально, я понимаю Накапливать в себе Переживания и страх Тоже не стоит Это может вам навредить даже на физическом уровне Вы что, правда, хотите услышать по мою проблему? Ну, если вы готовысь со мной поделиться Конечно Не, опасно Мне в голову лучше не лезть Провалишься Буду иметь в виду Я много лет проработала в центре судебной психиатрии Разные видела Но патологию такого типа я пока не исследовала Тем интереснее мне будет Оль, а вы откуда? Родилась в Сербии И? И? Родилась в Сербии, живу в Москве Вот и все Или вы хотите услышать что-нибудь таинственное? Нет, нет, только не это Ну, у меня как раз действительно все обидно Муж, два детей Есть черепаха В свободное от работы время выращиваю кактус Спасибо Ольга, вы определенно мне нравитесь Добрый день Скажите, пожалуйста, здесь занимаются поиском пропавших? Да-да, проходите Извините, пожалуйста, у меня не так голова кругом Долго допиралась сюда, устала, извините Может, водички? Нет, 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 все, я сейчас, сейчас Спасибо Вы кого ищете? Сына Вика 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 Прием Как слышно? Более чем, стучаться не учили? Прости, я стучал, кричал Пойдем, Никита зовет, женщина какая-то пришла У меня в ту ночь какое-то предчувствие было Все мысли какие-то в голову лезли, не могла никак заснуть Ну, про Дину Какие мысли? Понимаете Он в тот день к нам из Москвы на поезде выехал Мне вдруг в какой-то момент не по себе стало Казалось, что с ним что-то должно случиться Что-то, я не знаю, ну, очень плохое Я никак заснуть не могла А вы сказали, что он на поезде выехал Откуда вы знаете, он звонил вам? Да Он мне позвонил с Курского вокзала А он один ехал или с кем-то? Один Мы с ним буквально минуту поговорили Вот, и все, с тех пор я его больше не слышала Телефон отключен, вот до сих пор не могу дозвониться Я все равно его номер каждый день убираю, но мало ли Вдруг он как-то, не знаю Вы не волнуйтесь, Татьяна Просто рассказывайте все, что помните А вы сказали, был канун Нового года Да 29 декабря В полицию сразу заявили? Что толку? Они мне сказали, подождите до конца праздников Мол, вернется Как же Я-то знаю, что с ним что-то случилось А в Москве он что делал? Он работал После армии сразу сюда и уехал Устроился охранником в торговый центр Полиция хоть что-нибудь узнала? Я сама все бежала И в общежитии была, и на работе Никто ничего не знает Уже почти полгода прошло Время упущено, не думаю, что получится О чем бы? Объясните, пожалуйста Татьяна, нам понадобятся его личные вещи Ну, что-нибудь, чему он был привязан Любимая одежда, талисман, может быть Хорошо Скажите Есть шанс, что его найдут? Я не люблю обдонеживать раньше времени Татьяна Шанс есть всегда У кого какие мысли? Кость Ну, у меня единственная надежда на соцсети Я везде ориентировку размещу, конечно, где только можно Но, блин, полгода прошло Там внешность могла поменяться Борода отросла, прическа другая Короче, задачка не из легких Да, согласен Если он жив, то сейчас может находиться где угодно Плюс полно неопознанных В больницах, моргах, психушках Как их проверить, я пока не знаю Единственное, что нам может облегчить задачу, это... Что? И без понятия вообще, полгода прошло Так, ладно, что мы имеем? Дима уехал 29 декабря С Курского вокзала в родной Орел Ну, это он маме сказал, что уехал Думаешь, мог обмануть? Зачем? Ну, может, она его достала, он насъебался Ну, да, такой вариант не исключаем Оль, ты тогда еще раз поговори с его мамой Ну, разговори как-то Узнай побольше деталей Чем больше, тем лучше А я пока сделаю звонок другу Значит, кабинет большого босса, да? Ну, а что? Нравится? Видишь, у тебя кто-то устроился Спасибо, Ирочка Короче, Сань, я и сделаю тебе серьезное А я-то все жду Когда ты уже это скажешь? Я к тебе уже как-то обращался за помощью Вот хочу это перевести на постоянную основу Давай только без твоих обнякаемых формулировок Нужен полный доступ ко всем ментовским базам Весь ваш ресурс Человечка пробить там по базе Поднять старое дело Ну, короче, ты знаешь А я вот как знал Вот как чувствовал Вот что не просто так ты меня к себе зазываешь Посмотри Так будет каждый раз Приятненько Рад, что тебе нравится Вот данные напарня Пробей, что сможешь Я ведь никогда раньше не беседовала с психологом Но это вас ничем не обязывает Это просто разговор Двух женщин Двух матерей Кто у вас? Дочки Семь и тринадцать лет Я тоже когда-то хотела дочку А муж? А у меня его никогда не было А Димкин отец ушел еще до его рождения Он его не знал Нет Он всегда считал его подлецом Который нас бросил Даже ненавидел его При этом они очень похожи Вот по всему И внешне, и внутренне Ну, характер у него точно отцовский Какой? Он трудный Он вспыльчивый Он мог и в драку полезть Мог нагрубить запросто Вам тоже? И часто такое бывало? Нет, что вы Он меня любил и уважал Я же ради него старалась На двух работах сутками А он сам по себе Ну, такое время еще было Платили мало Вот и приходилось Он на вас Когда-нибудь руку поднимал? Нет, нет, что вы Никогда Я же вам говорю Он очень хорошо Ко мне относился Димка, конечно, не был Идеальным сыном Он, знаете, мог иногда Там, ну, нагрубить Ответить резко Знаете Даже эти моменты Я сейчас вспоминаю с теплом Кроме этих воспоминаний У меня в жизни больше И нет ничего Считаешь мои грязные мыслишки? Я не умею этого делать Чем занят? Вот, изучаем маршрут Следования поезда Москва-Орел На каких станциях Остановился В каких городах Надо местным поисковикам Скинуть ориентировку Чтобы они На форумах у себя разместили Мм, круто Волонтерские сообщества Взаимопомощь Типа того Че ты хотела? Куль, перенеси меня в кабинет Не вопрос Вик, а тебе мужчина есть? Решил ко мне подкатить? Нет Ну, просто интересно Каково это встречаться С такой Особенной девушкой Ну, я обычно Не афиширую свои особенности При знакомстве с мужиками Типа как суперсила, да? Типа скорее проклятие Кулер ставь Зато ты всегда знаешь Если тебя изменили Как ты и своей девушке, например Да? Да не бойся Я ничего не скажу Я там всего два раза Да мне по барабану Я в чужую жизнь не лезу Спасибо за помощь Засветился тот потеряшка Прав давно Первого января То есть через три дня После исчезновения Где засветился? В Туле пытался денег Снять со своей карты Так И что? Карту больше не юзал нигде? Да не, он неправильный пинвилл Банкомата Исхал Он ее так и оставил там? Ну, да И вот еще что Тульские коллеги передали видео С банка А мобила? А мобила молчит 29 декабря Это Дима Что у него с лисом? Что у него с лисом? Это же, ну видите, вот здесь Вот это вот Это как Да, да, я вижу Скажите, у вас в Туле Есть кто-нибудь из родственников? Друзей, знакомых? Нет Ну В родственников нет Друзья Сослуживцы только если Да, это я уже проверил Среди них в Туле никого нет Тогда я не знаю Вы принесли его вещи? Не знала там, что именно нужно Вот я целую сумку собрала А сейчас Вот сейчас Ну и игрушка его старая Это вот коллекция монет Да Это диски Ну и вот записная книжка Тут тоже старая Не могли бы вы меня оставить одну? Ненадолго? Все Никит, скажите А зачем это все? Что ваш сотрудник с вами делает? Как бы вам объяснить Вы по телевизору видели шоу Кастер-Сынцев? А? Ну вот они все шарлатаны А Вика нет Вика настоящая Серьезно? Абсолютно Ну я не знаю Я как-то Не очень во все это верю Я тоже До определенного момента Я не увидела ничего Вообще ничего Еще говорила, это не работает Слишком большой срок Простите Нет, подожди Как, как не работает Ну как Не вижу ни хрена Это же жив он Или нет Ничего Может через нее попробуешь? Она сказала, что у нее с сыном сильная связь Но вдруг сработает Дайте мне вашу руку Подумайте о сыне Вспомните что-нибудь хорошее Окей Отлично. Где он сейчас? Можешь сказать? Какое-то место маленькое. Похоже на сквер. Там много голубей. Но все такое небольшое, не похоже на Москву. Нет больших зданий. Мало людей. Какие-то подробности можешь описать? Название, улиц, вывески. Все очень нечетко. Ну ты сможешь узнать это место, если увидишь? Наверное. Собирайся, Вик. Куда? Скатаемся в Тулу. Что-то мне подсказывает, что эта улица там. Извини. Не хотел тебя разбудить. Где мы? Еще сорок и мы, и мы на месте. Там-то радует. Хотел тебя спросить. Не жалеешь, что перешла работать в агентство? Если бы жалела, не ехала бы сейчас с тобой в одной машине. Ну, мало ли. Может тебе больше нравилось бухло разливать в баре? А мне и правда нравилось. Всякие посетители со своими бесконечными историями. Пьянчуги разные, забавные. Один был даже из бывших звезд эстрады. Все время забываю, как его зовут. Спился к хренам, но голос при этом был бы шаг. Там был душевником. Ну, да. И никто не заставляет тебя экстрасенсить, напрягаться. О, да. Черт, может еще не поздно вернуться? Да ладно, хорош. Вик, ни в одном баре мира ты не заработаешь столько, сколько со мной. Вот. Вот это вот и держит. Стой! Вик, ты че? Ты куда? Ты че, Вик? Тихо. Ты в порядке? Его машина сбила. О, бедняга. Мы сейчас тебе поможем. Да хорош, Вик. Поехали. Подгони машину. Вика, ему уже ничем не помочь. Нужно ветеринара найти срочно. Да. Мы только что проехали указательно на какой-то поселок. Давай быстрей! Да ем. Сейчас потерпи, потерпи немножечко. Сейчас, сейчас мы сейчас. Ты уверена, что же здесь есть ветклиник? Не знаю, должно быть. Езжай. Ну, блин, ну куда езжай, Вик? Ну, прямо, налево, направо. Ты хоть скажи, ну. Прямо. Давай быстрей. Я должна тебя спасти. Мы должны постараться. Ну, все уже, Вик. Все. Поздно. Нет. Нет, пожалуйста, не надо. Отсухни-то, а! Столько машины мимо проехало, хоть кто-нибудь бы остановился. Можно же было спасти. Ну, не расстраивайся ты так. Эй, ну, чего ты? Нет, давайте. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. А ты не такая, как кажешься? Нет, кошака, конечно, жалко, но нежеский сад же так. И человек все-таки. Зачем мы его вообще подобрали? На меня долг. Перед кошкой? Проехали. Ладно, давай ее похороним, что ли? И двинем в Тулу. И так крюка приличного дали. Никуда ехать не надо. Мы же приехали. В смысле приехали? Это вот эта улица. Я ее видела. Ничего себе. Это точно? Думаешь, он здесь? Я теперь что, спутниковый навигатор? Иди ты спроси. Или я все должна за тебя делать. Добрый день. А вы работаете здесь, да? Да. Видели здесь этого человека? А что случилось? Товарища ищем. Видели, нет? Ну да. Леша. Работает здесь. А что? Вообще-то он Дима. Дима? Он что, с полицией, что ли? Почти. Его мать разыскивает уже полгода. А где он сейчас? Никит. Полгода назад к нам пришел. Грязный, на бомжа был похож. Мы даже не знали, что его кто-то ищет. Дима, а ты что-нибудь помнишь? Ну, про себя, про свою жизнь? Нет. А что ты вообще помнишь? Как на поезде в Орел ехал. Домой. Тоже нет? Нет. Может, с тобой что-нибудь случилось? Может, тебя избили? А? Не знаю. Помню, что было очень холодно. Я был на перроне. Лежал в сугробе. Голова раскалывалась. Потом меня в больницу отвезли. Там пожил месяц. Может, больше. А потом, потом здесь, сюда приехал. К нам пришел, документов прием не было. Да вообще ничего не было. Жена упросила взять. У нас подсобка на складе, там живет. Это вы правильно сделали. Ну, а что, парень, ну, хороший. Честный, работящий. В общем, не пожалел. Ну вот, а ты расстраивался. Так что, видишь, семья у тебя своя есть. А кто меня ищет? Твоя мама. Мама? Мама Таня. Помнишь ее? Нет. Спасибо вам. Только закопайте обязательно. Не вырастите в помайку. Закопай обязательно. Вы, главный парень, домой отвезите. Славное вам. Можем ехать? Возьмите, это очень хорошо успокаивает. Спасибо, Олечка. Спасибо. Слушайте, просто не верится. Я как услышала, сразу же бегом сюда. Даже сумку в гостинице забыла. Так торопилась. Голубей. Радоваться надо. Я рада. Я очень рада, да. Скажите, а вот эта девушка, Вика, да? Как у нее это получилось? Ну, это же чудо. Или везение, или случайность. Да какая разница, слушайте. Главное, что они скоро будут здесь. Да. Главное, что они скоро будут здесь. Да. 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 Вы чего встали-то? Да что-то как-то не по себе. Чего ты испугался? Пойдем. Да иди ты уже. А мама ждет. Давай-давай. Денька! Денька! Здравствуйте. Ты чего? Ты меня не помнишь, что ли, совсем? Я не помнишь. Как? Сюда. Вика, открой. Присядем. Это нормальная реакция, все хорошо. Попейте водички. Попейте водички. Все хорошо. Попейте водички. Попейте водички. Какая частная. Предложение, конечно, заманчивое, но я это, в завязке, короче. Зашился, что ли? Да ну, при чем здесь? Я просто сам сказал, что не буду пить и все. Слово себе дал. Не хочу через пару лет откинуться где-нибудь в подворотне от цирроза печени или еще что-то похоже. Да. Кому хочется такого финала? Ты меня не слушаешь, что ли? Я сказал, не пью. Ну, что это есть? Да задрал, пей уже. От пьянства ты не умрешь. Откуда знаешь? От верблюда. Ну, за удачные поиски? Да. Как себе у вас соединение семьи сегодня? Да, если честно, я не ожидал. Я думал, как-то все поспокойнее пройдет. Бабе туда жалко. Она так ждала на дело, если я тут вдруг подрастись, я вас не знаю. Нормально вообще. Ну, главное, мы свою задачу выполнили. Ты знаешь, о чем я думаю всю дорогу? Окошки. Окошки? Окошки. Ну, которые ты подобрала. Смотри, если бы ты ее не нашла, мы бы вообще в этот городок не заехали. И чего вы этого не нашли? Скорее всего. Ну, вот как это называется? Это судьба? Ты можешь объяснить? Я даже не буду пытаться. Ну, подожди. Ты четко поняла, что нужно ехать в этот город? Я решила, что нужно везти ее к ветеринару. Это был просто первый поворот в населенный пункт. Меня в детстве кошак спас. Это как? Мы были с братом у тетки в деревне. У тебя брат есть? Да. Ну, я сейчас не об этом. Ну, и, короче, у тетки был кот. Сырынка. Прикольно. Дурацкий совершенно. Гладить не давал, играть не любил. Царапался все время. Ну, и, короче, однажды ночью он напал на меня. Начал царапать лицо, руки. У меня даже шрам здесь есть. Я забил. Ну, я орать не шла. Тетка с братом прибежали на мор. А дом весь в дыму. Летняя. Кухня сгорелась. Мы успели, выбрались, как видишь. А пожарные потом, когда пиклич разбирали, нашли этого сырника. Не успел выбраться, представляешь? Я вот сегодня, когда увидела эту горку, решила помочь. Ну, тогда получается, что Дима тоже должен коту. Точнее-то. А чем твой брат занимается? Вообще, расскажи о себе. Я же ничего о тебе не знаю. Никит, знаешь, иногда стоит знать равно столько, сколько тебе дают о себе знать. Никогда не думал об этом. Доброе утро. Доброе. Попов, проверьте. Кому утро, кому разгар рабочего дня. Поспать-то мы любим, да, шеф? Могу себе позволить. Все. Иногда. Ну что, какие новости? До свидания. Коля, Татьяна пришла. Опять? Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось? Нет, ничего, все в порядке. Ну, вернее, почти все. Татьяна приехала посоветоваться. А, вы присаживайтесь. Спасибо. Да, я, я вот Ольге уже рассказала, одинка как будто другим человеком вернулся. Он так сильно изменился. В каком смысле? В лучшую сторону или в лучшую? В лучшую. Вы знаете, он стал очень внимательным, ласковым, очень старается. По дому мне помогает, и не только по дому. Ну, то есть раньше от него не допросишься, а тут просто как подменили. Ну, это же хорошо? Да, только это очень странно. Вы не удивляйтесь. С учетом того, что он пережил, с такой формой амнезии люди очень сильно меняются. Я бы сказала кардинально. Происходит полная подмена личности. Вам еще повезло, что все изменения пошли ему на пользу. Согласна, да. Так. И что вас тогда беспокоит? Не меня, Димку. Понимаете, он очень переживает из-за того, что он ничего не помнит. Для него все чужое. Его друзья, там, родня, наши соседи, он никого из них не узнал. И это его очень мучает. Две ночи как вернулся, так и не спит. Ну, Татьяна, а чем мы можем помочь? Я бы попробовала гипноз. Бывали случаи, когда он помогал восстановить пробелы в памяти. Если нужно, я бы могла поговорить. Есть врач. Может быть, действительно попробовать. То есть гипноз может помочь, да? Ты что, веришь в экстрасенсорику, а в гипноз не веришь? Я ни больше не верю. Никита, это наука. Хорошо. Давайте попробуем гипноз. Петр Анатольевич хороший военный врач. Помоги многим военным, которые вернулись из горячих точек. Дай мне свою левую руку. Ну, не напрягайся ты. Просто слушай мой голос и расслабляйся. Ну… Дим, иначе все наши усилия просто будут зря. Понимаешь? Хорошо. Хорошо. Иначе… Сядь. Удобно. Теперь следи за моими глазами. Постарайся не моргать как можно дольше. Я буду считать, и с каждой новой цифрой ты все больше будешь как бы погружаться в контролируемый сон. Угу. Угу. На счет пять. Твои глаза закроются, и ты заснешь. И не сопротивляйся своему состоянию, отдайся ему целиком. Хорошо? Хорошо, я постараюсь. Тогда начнем? Угу. Смотри на меня. А, Дим, ты чувствуешь себя хорошо. Все твое тело в данный момент расслабляется. Ты ощущаешь тепло. Оно движется от ног вверх, и развивается по всему телу. То есть он вообще ничего о себе не помнит? Никаких деталей? Как чистый лист. Человеческий мозг до сих пор темный область для науки. Бывает такое, что не сразу память возвращается, а через время. А бывает, что никогда. Да что мы только не делали. Ну, фотографии показывали, видеозаписи, я его друзей приглашала, они там разные случаи из его жизни рассказывали. Ничего не помогает. Мне его так жалко. Я вообще не представляю, что он сейчас испытывает. И вообще, каково это? Жить без своего прошлого. Не весело. Татьяна, заходите. А может, Викторию попросить? Кстати, да. Нет. Ради чего? Скажи, пожалуйста, я должна ему помочь. Эй, ну что ты? Мы нашли его. Вернули. Что ему еще надо? Ну, ты просто посмотри на него и все. Ему реально хреново. Я все видела. Послушай, парня не убили, не пытали. С ним ничего страшного не произошло. Он просто хочет знать, что с ним было и все. Я не думаю, что ты испытаешь, что он что-то ужасное. Ни хера себе. Тебе-то откуда знать? Хватит, хватит меня эксплуатировать по всякой фигне. Ну, хорошо. Ты сама подумай. Вот подумай. Мы его спасли, да? Ну, кому нужна такая жизнь? Он не помнит ни фига. Объясняю еще раз ли тупых. Не надо ему ничего вспоминать. Нет там ничего хорошего. Ну, так сама ему об этом скажи. Так, оставьте на сайдине. Присутствовать нельзя? Нет. Хорошо, Вика. Давайте вы, Петр Анатольевич, там поговорим. Чувак. Не надо тебе ничего вспоминать. Я тебе уверяю. Не стоит он того. Мне снился сон. Уже давно. Еще когда я в магазине работал. Я очень хочу знать правду. Правда разная бывает. А в твоем случае она просто отвратная. Я не хочу ее озвучивать. Хотя я кое-что знаю еще с того раза, как мы с тобой сюда приехали. Точнее, предполагаю. Пожалуйста, скажите. Ну, окей. Сам попросил. Попробуй. Подписывайтесь. О, окей. Присажайте эти вот у нас. У нас уже 20. У нас уже 20. Наши. У нас уже 20. 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 Ты был конченым уродом. Ты много раз причинял боль людям. Ты бил их. Бил их так, что они плакали. Просили тебя остановиться. Ты грабил. Отнимал последнее. Ты девчонку в поезде чуть не изнасиловал. Ты тварей почти до суицида довел. Что ж ты нашли с людьми, которые помешали. Отдавали тебе люлей и выкинули за концы. Тошнет у тебя. Я думал, это не про меня. Что это не я все сделал. Мой тебе советую. Считай, что то, что случилось, это последнее предупреждение я слышу. Тебе был еще один шанс. Не просли его. Тебе был еще один шанс. Удよう. Тебе себяjam. Тебе сделал пока. Тебеды глазимираем. Мяу! 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 Ну, че ты? Испугался? Мелочь мелкая. Мяу! Мяу! Я котенка нашел! Может, ты его себе оставишь? Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...